В Мурманске стартовал Всероссийский фестиваль детского и молодежного творчества «Сияние Севера». Этот 12-й форум особенный, он открывает череду праздничных мероприятий, посвященных столетию Мурманска. На фестиваль приехало рекордное за всю его историю количество участников, почти 800 детей из 42 городов России. 12-й Всероссийский фестиваль детского и молодежного творчества «Сияние Севера» собрал рекордное количество участников, без малого 800 детей. Выстроившись в колонну, творческие коллективы 42 городов России в сопровождении оркестра торжественным маршем прошли по центральным улицам Заполярной столицы. Очень символично, что официальные мероприятия столетия начинаются вот с такого замечательного фестиваля. 42 города, 760 детей приехали, ну фактически вся Арктика представлена, Забайкалье, и конечно они очень талантливые, мы их очень ждали, мы очень готовились, и уверен, что все у нас получится отлично, по крайней мере по тому настроению, которое есть у участников, я в этом уверен. Я уже поговорил с некоторыми артистами маленькими, они в восторге, что мурманчане их приветствовали, и они почувствовали свою значимость, что их здесь ждали, и будут стараться победить. Музыкальные и вокальные искусства, хореография, народное пение, художники и мастера декоративно-прикладного искусства. Конкурсная программа фестиваля «Сияние севера» представлена в широком диапазоне. В течение нескольких дней на различных площадках города творческие коллективы представят свои номера на суд жюри. Как признаются участники, сюрпризов они приготовили немало. Мы из Лавозерского района, мы привезли с собой танец мордовский, который относится к народу. Надеюсь, понравится. Готовились плодотворно, с усилиями, с кровью, с потом. Самое интересное, что мы единственные будем представлять сказку. То есть мы участвуем в народном блоке, и нам будет интересно показать сказку Степана Писахова. Первый танец у нас посвящен тому, что, ну, рассказывают то, что животные, ну, птицы, похоже, то же самое, то, что и в сказках, такие же, как и люди. Творческий коллектив «Родники» из республики Коми в этом году отметил семилетие. В фестивале «Сияние севера» они принимают участие уже во второй раз. Впервые музыканты выступили в рамках этого мероприятия в 2012 году в Ухте. И сразу же стали лауреатами первой степени. В Бурманске «Родники» обещают не снижать планку. Мы привезли два номера, фольклор, дети занимаются фольклором. Мы изучаем и пропагандируем северный русский фольклор. В нашей программе хороводные песни старинного села Уссильма. Вот и вся наша компания весела. Это игрищичная песня, а вторая из горочного материала «Горка» — это праздник, который занесен в реестр ЮНЕСКО. И оттуда песня «Заплетайся плетень». Помимо профессиональных судей, в этом году оценивать юные таланты будет и народное жюри, состоящее из мурманчан. У нас состав жюри очень большой, но номинаций тоже достаточно много, и площадок много. То есть нужно будет успеть все посмотреть, обсудить. И на галоконцерте уже 30-го, так сказать, результаты нашей судейской работы, как народного жюри, как жюри зрителей, как жюри мурманчан, так скажем. Открылся фестиваль грандиозной шоу-программы, подготовленной творческими коллективами из Мурманска. Каждый номер гостя Заполярной столицы встречали и провожали овациями. Помимо выступлений, участников ждет насыщенная игровыми, развлекательными и спортивными мероприятиями программа, а также мастер-классы от известных балетмейстеров, дирижеров и художников. Завершится фестиваль 30 марта большим галоконцертом, где будут объявлены победители. Субтитры создавал DimaTorzok